Кошмар на дорогах. Куда вот он едет? Чуть не задел меня на пешеходном переходе. И роскошь на кухне. Главное, палец не отрезать. Ну, для первого раза неплохо. Ужасные подземные переходы. Что делать, у себя детская коляска, потому что здесь вообще нет никакой альтернативы. Даже, видите, сделали здесь знак, вот, с детской коляской нельзя. И превосходный плов. Аж не хочется останавливаться, да? Поэтому вам придется больше бегать. Липоватые поселки. Здесь какой-то просто заброшенный одноэтажный дом с забитыми окнами. Здесь какой-то ржавый балкончик. А тут человек себе лепит колонны, какие-то вензеля. Ну и вот, собственно, дом, который им принадлежит Году Ниссанова. Одному из самых богатых местных выходцев. И невероятный хлеб. Что может быть лучше свежего хлеба в горах, когда такая красота? И вот только из печки приготовленный хлеб. Сегодня мы отправимся в Азербайджан и будем очень много есть. Предупреждаю этот ролик опасно смотреть на пустой желудок. Запасайтесь вкусняшками перед просмотром, а начинаем мы с Баку. Для этого ролика я побывал в азербайджанской столице зимой и летом, чтобы вы могли посмотреть на город в разные сезоны. Баку – это один из самых интересных городов бывшего Союза. Он динамичнее всех менялся. Здесь было много денег. В отличие от других постсоветских городов, Баку имел возможность развиваться. За годы независимости тут выросли небоскребы и шикарная современная архитектура. Вы знаете, что я много лет езжу в Баку и рассказываю об этом городе. Все это время он продолжает меняться. Но есть вещи, которые остаются неизменными. К сожалению, я не про историческую застройку, а про ужасное движение и полное неудобство Баку для пешеходов. Одно из самых странных мест в Баку. Потому что здесь забор и на дороге постоянно, круглосуточно стоит какая-то толпа. Я вначале думал, что они хотят как-то дорогу перейти в неположенном месте, но они стоят и чего-то ждут. Может быть сюда приезжает какой-то автобус, может быть еще что-то. А вот остаются какие-то машины, и что они делают? В общем, происходит что-то загадочное. При этом эти люди занимают две иногда полосы от дороги. Вот смотрите, подъезжает какая-то машина, они потом садятся и уезжают. А вот еще одна машина подъезжает. Это все очень загадочно. Смотрите, они все куда-то за чем-то садятся, при этом они стоят за забором. Что-то происходит таинственное в этом месте. Автобусная остановка вон там, а эти люди садятся в обычные машины, которые подъезжают. Они пытаются поймать автобус. Автобус вон, видите, автобус. А они садятся в обычные легковые машины. Нет, это загадочно. Давайте узнаем, давайте подойдем и спросим, кого они ждут. Давайте. Малтах такси, это дешевая машина, которая везет группа Булу. А, они ждут какой-то дешевый такси. И они стоят на дороге. Спасибо. Самое интересное, они там стоят и днем, и ночью. Они круглотлично стоят и чего-то ждут. Вот, какая-то покинская загадка. И прямо рядом с этим местом находится перекресток, который, на мой взгляд, самый бестолковый перекресток в Баку. Потому что он супер неудобный, при этом его можно сделать гораздо удобнее. Когда ты идешь по тротуару, чтобы тебе перейти на другую сторону улицы, тебе нужно спуститься под землю. При этом абсолютно ничто не мешает сделать здесь зебру. Смотрите, здесь одностороннее движение. И когда основной поток едет по этой улице, здесь все равно горит красный свет. Здесь никто не поворачивает ни коней. То есть здесь, по идее, могла быть зебра. И пока этим машинам горит красный свет, люди могли бы спокойно идти, просто прямо не спускаясь, как кроты под землю. Но нет, они свлепили заборы и зачем-то сделали подземный переход. А мне кажется, после того, как мэр Баку построил эти дорогущие подземные переходы, которые теперь очень так неэффективно работают, ему надо было как-то, ну и этим переходом, наверное, не очень много кто пользовался. И для того, чтобы туда согнать народ, они начали строить заборы. Нужно вот так вот спуститься, эскалатор. Удивительно, что он работает, потому что не на всех переходах они работают. Во многих местах они уже сломаны. И вот вместо того, чтобы спокойненько перейти по зебре, мы должны переходить там. Кстати, абсолютно непонятно, что делать у себя детская коляска. Потому что здесь вообще нет никакой альтернативы. С детской коляской ты просто не можешь не спуститься. Потому что на такой лестнице с детской коляской спускаться нельзя. Что делать? Они, кстати, даже, видите, сделали здесь знак. С детской коляской нельзя. А что делать, непонятно. Это специальный подземный переход, который нельзя переходить, если у тебя есть ребенок. Если у тебя есть ребенок, ты должен, видимо, я не знаю, искать какой-то другой путь. А здесь у них уже не работает. Здесь уже ничего не работает. Поэтому здесь, видите, люди уже так вот прыгают. Хотя еще раз, абсолютно ничто не мешало сделать там зебру. То есть никто бы не пострадал. Там и так есть светофор, там и так останавливаются вот машины. Все машины стоят. И вот место, где могла бы быть зебра. Но зебры здесь нет. То же самое и здесь. Потому что сейчас на ту сторону перейти нельзя. Можно только перебежать дорогу в неположенном месте. Не все хотят идти, поэтому люди перебегают вот так вот дорогу. Рискуя попасть под машину. На самом деле я понял. Бакинские переходы это не функциональное пространство. Это объект искусства. Искусство тратит миллионы на стиль дорого-богато. Кто-то неплохо заработал на продаже мрамора в этот переход. Вот можно посмотреть на все эти гигантские панно из мрамора. Которые тут многократно повторяются. Это натуральный мрамор. И вот подобные куски такого размера, еще с рисунком, когда они так зеркалятся. Они на самом деле, насколько я знаю, это очень дорого. Мне кажется, в Баку есть какое-то переходное лобби. Переходное лобби. В общем, ребята, они лоббируют строительство подземных переходов. Это делает город неудобным, опасным. Многие люди не могут этим пользоваться. Но очень-очень невероятно все дорого сделано. То есть каждое панно. Я не знаю, сколько тысяч долларов это все стоит. И вполне возможно, что просто кто-то продает сам мрамор. Каждая вот эта вот картина из мрамора, она лучше предыдущей. То есть просто все удивительно. У бакинцев есть свое объяснение тому, что вместо удобных зебр город застроили неудобными переходами. По поводу недоступной городской среды, мне здесь один человек выдвинул такую теорию. Говорит, что ничего страшного, что у нас не работают некоторые эскалаторы и сложно перейти дорогу. Потому что если что, например, если будет женщина с коляской, то ей обязательно помогут. Потому что азербайджанские мужчины очень галантны и вообще нет с этим никаких проблем. И здесь, мне кажется, возможно, одна из причин такой некомфортной городской среды, она в том, что азербайджанские мужчины хотят, чтобы у них всегда была возможность проявить свою галантность. И специально делают все эти бесконечные подземные переходы, высокие бордюры и такой вот сложный неудобный город, чтобы была возможность каждый день для подвига. И здесь я бы хотел вам напомнить, как дела обстоят в Исландии. Ну смотри, я сюда переехала, моему ребенку было 7 месяцев. И в Украине у меня всегда были проблемы, допустим, с пандусами. Мне нужна была помощь мужчин, чтобы поднять коляску на порожек, допустим, там где три ступеньки. Или чтобы придержали дверь, когда я заходила в супермаркет. Я переехала в Исландию и думаю, блин, как же я здесь, здесь не принято обращаться за помощью к мужчинам. Ну то есть по-человечески может помочь как мужчина, так и женщина. Но такого, как у нас, ты должен, ты мужчина, ты должен. Здесь такого нет. Вот. Но за полгода я обратила внимание, что необходимости обращаться нет. Потому что везде были удобные пандусы, везде открывающиеся двери. То есть государство об этом позаботилось. То есть это не перекладывают на мужчин, это на себя взяло забота государства. Остальное благоустройство в Баку тоже, прямо скажем, совсем не исландское. Вот очень удобно, идешь ты по центру Баку и... Па-бам! Ну такой бордюрчик, чтобы машинке было удобно выехать. А как, например, человек с коляски пойдет? Непонятно. Надо будет ему карабкаться на бордюрчик. И опять бордюрчик. При этом абсолютно непонятно, зачем мы его здесь делали. Можно было пандус сделать или какое-нибудь плавное понижение уровня тротуара, но нет. Да, вот так вот выглядит у нас тротуар в центре Баку. Бордюрчик, опять бордюрчик. Просто им надо было сделать выезд со двора, и они не смогли сделать это ровно. Поэтому бордюрчик, бордюрчик. Но дальше будет самое интересное, дальше будет велодорожка. На половину тротуара начинается велодорожка. Она очень странная. Во-первых, она почему-то углублена. И во время дождя я представляю, как ее заливает вода. А никакого водоотвода с нее нет. Потом она почему-то занимает слишком много места. И начинается она просто из ниоткуда. Но посмотрим, как она дальше заканчивается. Представим, что мы едем здесь на велосипеде. Так, так, так. И все. То есть дальше предполагается, что мы поедем налево. Прямо проехать нельзя. Здесь предполагается, что мы должны спешиться и как-то перетащить велосипед опять через эти бесконечные бордюры. Потому что пандусы они здесь тоже никакие не сделали. В общем понятно, что это не велодорожки, а сплошная пропанация. Нормально пользоваться велосипедом в Баку нельзя. Хотя город ровный. И многие люди могли бы здесь на велосипеде передвигаться. Кстати, сейчас на велосипедах ездят очень много курьеров, которые занимаются доставкой. Но на них никто не обращает внимания. Видимо, за людей их не считают. Поэтому об их проблемах особо не заботятся. Они ездят по тротуарам, по проезжей части, по супер оживленной. Потому что никакой, конечно, белой инфраструктуры здесь нет. Ну и вот видно еще 100 метров эта велодорожка прошла и заканчивается так же внезапно, как она началась. Все, конец. Дальше я не знаю. То есть если вы едете на велосипеде, вам надо видимо на этот узкий тротуар. Как-то здесь между столбов или возможно на проезжую часть. То есть совершенно непонятно, что здесь нужно делать. Если вы внимательно следите за моими роликами из путешествий, вы могли заметить, что практически в каждой стране я посещаю местные кофейни и стараюсь найти вкусный кофе. Где-то это несложно, как, например, в Японии. А где-то под видом кофе наливают отвратительное пойло. Чтобы всегда наслаждаться в поездках любимым напитком, я решил продавать кофе сам. И так появился бренд 984. А чтобы пить кофе можно было и в горах Перу, и на водопадах Исландии, мы начали с дрип-пакетов. Это очень удобный формат для путешествий, потому что вам не нужны ни кофемашина, ни какое-либо другое оборудование, только кружечка с кипятком. И если вы еще почему-то не знакомы с кофе 1984, то рекомендую начать с микса топ вкусов. Чтобы попробовать разные сорта и понять, какой вам больше нравится. В наборе три разных вкуса. Это номер 11 сладкий из редкого эфиопского зерна. Это номер 15 жаркий. Так вот выглядит упаковочка. И номер 9 красочный. Каждый из этих вкусов можно купить и по отдельности. Также есть хорошая новость для давних поклонников нашего кофе. В продажу вернули вкусы крепкий и спокойный. Он без кофеина. Последний, кстати, теперь можно купить и в мини-коробке по 6 дрип-пакетов. Во всех вкусах линейки 1984 используются уникальные спешлти-зерна, которые обжаривают лучшие обжарщики России. А я напоминаю про наш челлендж. Берете дрип-пакеты с собой в путешествие. Выкладываете фото с ними в самых необычных местах в запрещенную соцсеть. Отмечаете аккаунт 1984 и ждете сообщения в директ с промокодом. Заказать дрип-пакеты можно на Озоне, на Wildberries и на нашем сайте. У нас работает доставка только по России, а вот через маркет-плейсы заказать наш кофе можно и в страны ближнего зарубежья. Ссылочки, как обычно, в описании. Любительная история. В несколько рядов припаркованы машины. Везде припаркованы. Потом люди удивляются, почему у них проб. Какая-то странная ситуация. Чтобы перейти дорогу, люди вынуждены, даже не смотря то, что людям горит зеленый свет, но все равно едут машины и нужно среди машин как-то петлять. Значит, только они агрессивно едут. Вы смотрите, видите, блин. Опасно, несмотря на то, что людям горит зеленый. Еще все сигналят. Такая очень странная ситуация. Все очень нервные по какой-то причине. Опять ситуация. Ничто не мешает здесь сделать зебру. Вот красный свет горит машинам. Можно сделать зебру, чтобы люди нормально переходили. Но всех гонят в этот подземный переход. Я, конечно, туда не пошел. Я нарушитель злостный. Но ситуация какая-то дурацкая. Ты постоянно должен спускаться в подземные переходы, чтобы идти по городу. Да, вот зеленый свет. И весь пешеходный переход, естественно, заставлен. Никто никого не пропускает. И пешеходы опять идут между машинами. Хотя он еще раз горит зеленый свет. Попробуем теперь здесь перейти. Здесь щемится, щемится, чтобы вот метр лишний не упустить. Куда вот он едет? Чуть не задел меня на пешеходном переходе. Ладно, бакинцам некогда строить дороги. Они строят дворцы. Вот очень типичная для Баку картина. Понастроили дворцов. Смотрите, здесь дворец. Здесь дворец. Единственное, забыли сделать тротуар. То есть тротуарчик такой, ну вот такой вот, как корнишончик. Маленький. Все место ушло на парковку. Обратите внимание на ширину улиц. Мы здесь видим такую типичную для Баку ситуацию, когда суперширокая улица, суперширокий тротуар. И три полосы движения. И еще с двух сторон парковка. У нас тут есть потрясающий пешеходный переход. Осталось понять. Хотел спросить, пропускают ли здесь. Нет, ну надо осторожным быть. Очень странное место. Это называется пустырь. Здесь можно бесплатно парковаться. Интересно, как отсюда выйти. Мы же не могли зайти в тупик. Если есть тропинка, значит здесь ходят люди. Да, это дорога. Все нормально. Эта дорога, ну не очевидная. Эта дорога в самый модный район. Ну в один из самых модных. Называется Белый город. Вот он уже виден на горизонте. Дома в французском стиле. Но я как-то забрел. Кстати, очень интересная конструкция защиты люка. И здесь такой небольшой трейл. Сейчас вообще в мире очень модно возвращение природы в город. Создание каких-то таких естественных участков, что напоминает дикую природу. И здесь прям такая настоящая тропа степная. К ноге может прицепиться какая-то колючка. Мне кажется, это очень интересно. Но вообще я просто иду неочевидной дорогой. Я сам виноват, что я себя забрел. Это какой-то, видите, стройка. До Белого города мы еще дойдем. А пока давайте снова чуть-чуть поговорим про парковки и пробки. Благо они в Баку не кончаются ни днем, ни вечером. Пешком по Баку гулять, конечно, то еще удовольствие. С одной стороны, есть красивые места. С другой стороны, вот этот нескончаемый потоке машин, которые со всех сторон. Это тяжело. Гарь, копоть. Мне все-таки кажется, что город не должен быть такой автомобильный. Но Баку это прямо город для Формулы-1. Это такая сплошная трасса для Формулы-1. И ты здесь маленький человек. Неудивительно, что Азербайджан единственный из всех стран бывшего СССР, где эта Формула-1 до сих пор проходит. Средняя скорость гоночных болидов на здешней трассе 210 км в час. По обычным дорогам лихие бакинцы гоняют немного медленнее. А критику своего подхода к городу воспринимать не хотят. Кстати, интересный случай. Ко мне подошла какая-то женщина. И с таким возмущением, с претензией. Обычно люди подходят, чтобы сказать спасибо. Очень здорово, мы вас смотрим. Но здесь подошла женщина с такой претензией, которая говорит, «Вы Баку не любите. Зачем вы сюда приезжаете? Вы почему-то любите армян». Я удивился. Потому что я вроде никогда не высказывался. Я не занимал ничью сторону, особенно по армяно-азербайджанским конфликтам. Это вообще не моя тема, но относительно города Баку я даже пересмотрел все свои ролики, которые я до этого делал. И я постановил, как-то я не люблю Баку. Что я говорил? И оказалось, что все мои претензии, которые были к городу Баку, они были, на мой взгляд, вполне конструктивные. Ну, например, то, что здесь невозможно перейти улицу. То, что здесь какой-то бардак просто с барьерной следой. Где какие-то бардюры, и ты идешь там, реально спотыгаешься. Даже вот я сейчас иду в самом центре города. Вот смотрите. Вот заканчивается тротуар. Здесь вот высоченный бардюр с какой-то ступенькой. И на другой стороне улицы то же самое. А здесь нескончаемая пробка. И, конечно, Баку я за это критиковал. Я критиковал за общественный транспорт, за отсутствие там велоинфраструктуры, за состояние тротуара, за общественное состояние городской среды. Потому что, реально, город очень автомобильный. Город для машины. И так быть не должно. Но люди, кто смотрит меня давно, они все эти тезисы знают. И здесь как бы ничего нового в моей позиции нет. Но женщина возмутилась. Она считает, что Баку критиковать нельзя. При этом эта женщина была уже взрослая, которая явно по городу ходит пешком, не на машине. То есть она такая вот. Уже прямо совсем такая вот взрослая, которая должна по этому городу как-то ходить и испытывать какие-то страдания. Но она, видимо, их либо не испытывает, либо убедила себя, что все нормально. А может быть, она просто не видела ничего другого. Ей кажется, что все это нормально. А если кто-то смеет критиковать вот эти вот тротуары, отсутствие переходов и все остальное, то это вот какие-то враги и те, кто Баку не любит. Так вот, дорогие бакинцы, если человек город любит, неважно, живет он в этом городе, или просто приехал в него как турист, он не закрывает глаза на недостатки. Он обращает на них внимание и старается это как-то исправить. Я, поскольку я здесь не живу, и у меня нет возможности, например, как жителю города здесь проголосовать, или выйти на какой-то там, не знаю, там, митинг, или написать кому-то какое-то письмо. Ну, я не имею возможности активно принимать участие в жизни в Паку, или с проездом на несколько дней. Но я как гость, я могу с помощью своего довольно большого административного ресурса обратить внимание на некоторые косяки. На грязный автобус, например. Не должен быть в такой грязный автобус ехать. Чтобы меня больше не ругали, я решил дать высказаться о бакинских проблемах местному жителю. Пархат, скажи, что происходит с парковкой в Баку? Провокационный вопрос, но будем называть... Я хочу, подожди, потому что смотри, я все время критиковал парковку в Баку, и на меня бакинцы обижаются, говорят, не нравится, вали в свою Москву. Пусть они тебя ругают, потому что тебе-то валить некуда. Нет, мне есть куда валить, но... В парковке у нас большие проблемы. Проблему парковки надо решать каким-то образом, и я думаю, что за это нужно просто очень серьезно взяться. Потому что люди, особенно в центре города, где мы сейчас находимся, вот здесь пешеходная зона, ресторан, здесь невозможно не то чтобы припарковаться, здесь иногда пройти просто невозможно. Я помню, что много лет тому назад мы тогда уже были петиции, предлагали выбирать пешеходную зону вообще освободить автомобиль. К сожалению, это не произошло по каким-то причинам, но я считал, что здесь, по крайней мере, паркинг надо запрещать точно. Или штрафовать, как ты говоришь. Вот что с этой сволочью сделать, которая, смотри, просто перегородила пешеходный переход? Стома нас штраф не было. Давай 200. Давай 100 баксов, чтобы ни тебе не было. Ты думаешь 100 баксов штрафа, как в США? Слушай, а вот эти вот парковщики в этих жилетах, они что делают? Они отвечают якобы за безопасность машины, за какую-то определенную... То есть это какие-то жулики просто? Я думаю, что да, если честно. Потому что непонятно, какого они происхождения и куда эти деньги тратятся. Ну, им люди дают по 20-30 копеек, кому манат, кто, там каждый раз по-разному. То есть он якобы отвечает за безопасность твоей машины. Ну, понятно, что каску обряд, он тебя организует. Уличные просто-напросто жульники. Вот здесь могло бы быть летнее кафе, можно было сделать какой-то парклет, чтобы люди нормально сидели и пили. Но, несмотря на то, что здесь запрещено парковаться, ребята все равно паркуют здесь машины. И в итоге, вместо того, чтобы наслаждаться прекрасным видом Баку, все сидят и смотрят на эти бесконечные машины. Вот куда ни посмотри, да, вот весь город. Это машины, машины, машины. Как на парковке. В принципе, можно в торговый центр приехать, на парковку тоже поставить между машин столик и будет примерно то же самое. Винотека на парковке. Это выглядит странно, но это тротуар и люди вот тут должны так вот проходить. Это пешеходный переход и это еще один пешеходный переход. Сейчас мы посмотрим, как люди проходят в центре Баку, они так смотрят, куда им идти. Так, все в замешательстве, люди не понимают, куда им идти, но едет что-то с музыкой. У нас тут прямо весело, потому что кто-то решил, что всей улице хочется слушать его плохую музыку. Вот это мне нравится, люди выходят и они не понимают, куда им идти, потому что все заставлено машинами. Так, вот девушки, смотри, мы сейчас посмотрим, как они будут выходить из положения. Слушай, они довольно ловко, это покинки видно. А, он едет с девушкой, вот поэтому он включил музыку. Просто чувак едет с девушкой и... Да, и вот он все, никого не пропустил. Все, он так быстро поехал и проехал целых 10 метров быстро. Красавчик. К сожалению, каждый выходной здесь одно этаж. Каждый выходной здесь, потому что огромное количество ресторанов. Ты так утащил, что это еще не выходной? Нет, но сегодня уже последний рабочий день. Последний рабочий день. Да, значит, соответственно, уже люди вечером бывают и каждый раз здесь одно и то же, потому что почему-то все хотят приехать в ресторан на машине. Представляете, как здесь было бы красиво, если бы вот этот... Они бы так вот расширили и сделали бы такой 6-метровый хороший тротуар. Стояли бы столики, люди бы гуляли, отдыхали и любовались прекрасным вечерним Баку. Но нет, все любуются на то, как паркуются машинки. Так, сейчас Фархад покажет, как надо переходить дорогу. То есть, если ты располнил после шашлыков, после кутабов... На улице уже нельзя выходить, законом запрещено. Понимаешь, на самом деле парковщики заботятся о здоровье нации. Они нас делают стройными. Они требуют, чтобы мы занимались спортом, бегали. Понимаешь, все ради нас, все для нас. Тоже абсолютное недоразумение. Тупиковая улица в самом центре. В очень красивом месте. Она вот никуда не ведет. Это просто тупиковая улица, которая используется под парковку. Вместо того, чтобы ее перекрыть, какие-нибудь поставить столики. Сделать так, чтобы здесь люди гуляли. Любовались прекрасным городом. Просто посмотрите, видать, какие есть красивые здания вокруг. Тут можно деревья, потрясающие бакинские платаны. Но нет, тут стоит какой-то парковщик. И они зарабатывают ради того, чтобы здесь 20 машин припарковалось. Они уродуют целую улицу. Да, вот посмотрите, мы сейчас идем с Фархадом по пешеходной улице. Посмотрите, сколько народу, сколько заведений. Все битком. То есть в городе действительно есть запрос на пешеходные пространства. На улице, где можно безопасно погулять, не глядя на машины. Их действительно не хватает. Надо увеличивать. В плане движения Баку очень агрессивный город. Для пешехода он совершенно неудобен. Но эту агрессию и неудобства компенсирует бакинская кухня. Поэтому, чтобы отдыхать от ужаса на дорогах, мы сегодня с вами будем много есть. Для начала отправимся в культовое место. Ресторан отдых. Ну что, мы пришли в ресторан отдых. Это по-азербайджански называется Истрая. Это очень известное в городе место. То есть оно начиналось буквально в советское время с нескольких столиков, а потом разрослось до огромного просто здания. Там пять этажей, комплекс уличный и так далее. То есть сюда приходят бакинцы чисто покушать шашлык. Да, то есть это очень вкусное место. Так, храм шашлыка мы его называем. Вот была вот такая вот какое-то здание старое. Вот там была столовка. И вот обо что оно разрослось. Идите посмотреть. Вот здесь такая кухня. Здесь готовят прямо на очаге разные блюда абсолютно. Так, здесь у нас что? Тушеный козленок. Поради. Кетчп, кетчп. Галяшки и ягненка вместе с каштанами и сливами. Тушеная вырезка. Да. С овощами. Цыпленок в гранате. О, это выглядит очень вкусно. Да, это вкусно. То есть это все готовится, оставляется, и люди просто приходят, выбирают, что они хотят. Это вырезка с вишней. Да, вырезка с вишней. На щериале это можно перейти как сладкий, на самом деле сочная говядина. Вот такой вот концепт. Очень популярный у нас. Да. И весь кайф, вот она как правильно отмечает, в том, что она готовится на открытом огне, соответственно барбекю, да, вкус. Тандурное, да, так скажем. Здесь они делают хлеб сами. Все свое. Видишь, вот так. Женщины делают хлеб. Ох, ничего себе. Да, да, да. Вот этот хлеб прямо на стол к нам и подают. Ребра ягненка целиком в тандуре. Их под конец вытаскивают, смазывают алучовой пастой или гранатовой в зависимости от того, кто как хочет, да? Ребра ягненка целиком в тандыре. Да. И стоит очень дешево, то есть… Сколько? Половина? 60 монат – это меньше 40 долларов. То есть этот ресторан – это гастрономический конвейер, огромный просто. Он работает на десятки просто людей в минуту. Сколько у них клиентов в день? О, я не могу точно сказать. Давай спросим просто. По тысячу человек в день. Тысячу человек в день? Да. Я думаю, когда вы увидели столько вкусностей, вам тоже захотелось. Пойдемте посмотрим, как все это готовят. Чувствительное мясо. Это масло. Это масло. А что это? Специальный соус секретный. Ага, а что туда кладут? Это вареная вырезка. Подваренная вырезка. То есть бульон – еще сливочная масса. Ну, диетическая еда. Это официальный соус, который не оглашается. Да, я так и понял, что он не оглашается, но судя по запаху, там бульон с чем-то. Да, оно прямо такое рассыпчатое. Конечно. Я вот возьму маленький кусочек. Ну как? Очень вкусно. Ребята, мы на самом деле хотели вам сказать, вся эта съемка ради того, чтобы украсть рецепт этого блюда. То есть вот прям вот можно вилкой брать и без ножа. Да. Вот это сач. Вот эта сковородка называется сач. Она бывает больше размера, меньше размера. Да. В основном это бывает из чугуна, но в ресторанах, конечно, раньше делались чугуна. Сейчас, видишь, металл. Есть потрясающая, красивая легенда, что это был щит. Щит воинов. Они готовили, ну, на привале готовили внутри. Когда готовили, это получалось, собственно, блюдо саджа. А когда его переворачиваешь и ставишь, на нем делали лаваш, на нем делали лепешки, кутабы. Мучную продукцию, собственно. Вот такой можно использовать и таким образом, и таким образом. Принцип готовки какой? Металл обмазывают курдюком, курдючным маслом. Сначала обмазывают курдючным маслом, делают вот, чтобы пропиталось оно. Основа какая? Мясо, овощи и лаваш сверху. Вот и все. Да, ну, сначала мясо надо прожарить. То есть, видишь, масла пока не добавили, здесь курдюк. Да, вот сходят. То есть, Илья, обрати внимание, вот мясо жарят, добавляют курдюк обязательно. Курдюк, естественно, свое масло, жир свой дает. То есть, это не самое диетическое блюдо? Ну, я думаю, что в азербайджанской кухне из мясных блюд, хотя почему? Есть и диетические блюда тоже. Да, садж без курдюка, допустим. Технически это вог, да, вог без ручки. То есть, просто в нем сейчас все готовится вместе, раскладывается красиво, подается на стол. Старинная штука используется очень многих восточных народов. Да, то есть, у нас вот такой формы. В Китае с ручкой, допустим, где-то с двумя ручками. Технология простая. Обжарили мясо, обжарили овощи, добавили, смешали, да, и подали. А, все, сейчас еще лук добавляется? Да, лук, конечно, конечно. Лук, бегали бы. Долма из индейки. Как тебе? В капустных листьях. Это голубцы? В России известно как голубцы, у нас калям долмас. Да, долма в капустных листьях. У нас айва, видишь, добавляется, помидоры. Снизу куски мяса кладутся, бараньи и так далее. То есть, здесь, в данном случае, индюшка. То есть, индюшка делают тоже. Сейчас, как раз, сезон. У нас индюшку едят только тогда, когда выпадает снег. Вот снег выпал, тогда кушать можно. У нас такое поверье. Нельзя кушать индюшку, если нет снега. От нее будет запах, от нее будет неприятный вкус. У нас, как ты обратил внимание, люди, я всегда говорю, да, то есть, поесть – это национальный вид спорта азербайджанского. То есть, реально национальный вид спорта. Все его любят, все любят поесть. Да, то есть, как ты увидел по ресторанам, забито все. Абсолютно, абсолютно все забито. И люди хотят каждый раз видеть что-то новое, что-то вкусное. И чтобы было чисто, и чтобы было приятно, и чтобы было красиво. Есть ли в Азербайджане вегетарианцы? Есть, есть, конечно, есть. А это нормально? Абсолютно нормально. Их мало. Я думаю, поменьше, чем в Европе, конечно. Ну, есть, естественно, есть. Ну, они обходятся двумя процентами национальной кухни. Потому что в 98% национальной кухни везде присутствует мясо. Да, мясо должно быть везде. Даже если это не мясо, то мясо все равно должно быть. Да, баранина, курдюк и так далее, и тому подобное. Илья, как ты видишь, его приносят специальные треноги. Вот подставочка такая, внутри которой уголь. Вот здесь внизу уголь. Он прогревает чашу до тех пор, пока мы это будем есть. Да, то есть, ну, сколько времени нужно. Я люблю с лимоном, естественно. Мне нравится с лимоном. Многие не любят. Но вот, вот так и получилось. То есть, видишь, по краю выложили овощи, чисто для украшения. А внутри то самое, что мы с тобой готовили. Ну, еще прямо... Оно журчит, да. Для этого и уголь нужен. Потрясающее блюдо саджи. Вообще все, что приготовлено в садже, это может быть и джазбыс, это даже и овощи может быть, называется садж и чай. Сделанные внутри саджа. В понимании у всех есть рядом хороший азербайджанский ресторан. Зато у всех есть кухня, поэтому сейчас покажу вам, как бакинцы готовят дома. Что ты делаешь, расскажи? Так, делаем лосось, дорадо, будем делать на гриле. Что у нас здесь еще? Здесь у нас уже мелкий лосось. Ты как-то по-особенному хочешь это готовить? Я не хочу сделать это на гриле с лимоном. То есть никаких азербайджанских секретов? Нет, естественно. Будут гранаты, гранатовая паспо и так далее и так подобное. Это будет. Может быть, это будет классический гриль. Как жарить уже замаринованный лосось на гриле, думаю, вы и сами знаете. Этим вас не удивишь. А меня вот удивили хлебом из пакета, что для Азербайджана совсем неожиданно. Скажи, пожалуйста, смотри, мы сейчас в Баку. У меня всегда было ощущение, что если кто-то будет делать в Баку такой хлеб, он просто разорится. То есть это... Какой-то навесной? Ну да, кто-то будет покупать. Ты не поверишь, он очень хорошо продается. Да? Да. То есть вот домой... Я думал, все лепешки едут. Ну, оказывается, нет. То есть на самом деле... То есть едут такой невкусный хлеб? Да. Я его тоже считаю невкусным, естественно. Это, конечно, не тамбирь. Что невкусный хлеб делают у нас на столе? Хороший вопрос. Здесь нет тандыра. Вот я тебе на даче приготовил. Это знаешь, зачем нужна дорога, если она не ведет к храму? Зачем нужен дом, если там нет тандыра? Тандыр, это, конечно, клево. Это национальный хлеб, здорово. Но в современный мир как-то быстро бежишь на работу, на ланч. И ты покупаешь невкусный хлеб? Да, я пользуюсь таким хлебом. Не, на самом деле... Я же просто сейчас сюда приехал из Узбекистана. И в Узбекистане, если бы кто-то на стол поставил бы какой-то такой непонятный хлеб из магазина, то пришлось бы, ну я не знаю, там, закрывать этот дом, приглашать туда потом заново какого-нибудь хорошего повара, чтобы он освещал кухню заново там, ну то есть... Да-да-да. Потому что как-то их можно. И непонятно, смотри, ну реально построили целый район. И нету ни одного тандыра. Нет, тандыры здесь не продаются, к сожалению. Чтобы вы не расстраивались из-за хлеба, мы еще покажем вам, как готовить мангал-салат по-бакински. Что такое, давай, мангал-салат? Да, ну, как понятно по названию, салат приготовленный на мангале. То есть все очень просто. Игредиенты очень простые. Баклажан, томаты. Ну, нужны крупные, но у нас только мелкие, к сожалению, там. Сладкий перец, острый перец, лук. По вкусу абсолютно. То есть все очень просто. Нужно хорошенько прожарить баклажаны и томаты на мангале. Смешать с прожаренными сладким острым перцем. Мелко нарубить, добавить лук. По желанию, зелень. По желанию. Вот тебе соль, перец. Вот тебе и мангал-салат. Мы его каждый раз кушаем с собой в ресторане. Все очень просто. Классика любого застолья, любого ресторана, любой дачи. Простой, простейший салат. Я, наверное, не знаю. Это аналог греческого салата. Да, наверное, такой. Ты просто надрезаешь. Да, я пасанчики. Да, чтобы они получше прожарились. Сейчас мы это все помоем. Специи вообще никаким не нужны. Как суперец. Лучше делать на углях, конечно. Не на этот прогрелик, а именно, что на углях. Смысл в том, что у вас дымков. Только что приехал наш вольт-доставка. Привезли только лепешки. Это специальная доставка. Это там хлеб свеженький. Теплый, как я и обещал. Потрогай. Илья, чувствуешь запашок? Да. Да. Это баклажаны должны пропечься вот прямо до конца, до конца. Вообще, если они не пропекутся, они будут корчить. То есть ты прямо их до угольного состояния держишь? Да, да, да. Прямо до угольного состояния, как ты видишь. Опять-таки, как я и говорил, смысл пропечь овощи. Вот баклажаны пропекли. Их потом вот. Я для чего надрезал? Чтобы легче было потом чистить. Вот я их чищу. Вот. Вот. Вытаскиваем внутренности. Я ложечка делаю. Кто-то руками чистит от шкурки. Здесь немножко шкурки попадет. Никаких проблем. Она вкусненькая такая. С огоньком. То же самое будем делать с помидорами, с перцем, со всеми делами. Опять-таки, шкурка есть и попадет. Никаких проблем. Абсолютно. Наоборот. Мне кажется, что даже вкуснее станет. То есть, помидоры. Все. Да, помидоры. Если чуть-чуть там подгорело упают, ничего страшного. Наоборот, хорошо. Я наоборот люблю так больше. Ну и вообще вкуснее. На самом деле, подгоревшая шкурка, она очень вкусная. Она же карамелизируется. Получается очень клевое. Таким дымком, вкусом. Да. Так что, опять-таки, я говорю, это в баку. Это ленивый дачный салат называли. То есть, мы так, как дети, когда были детьми, мы просто утром начинали. Родители не доверяли никогда делать шашлык, естественно. К мясу не подпускали. Да, давали летом овощей полно. Вот тебе там 20 кг баклажанов жарить. И вот мы стояли, потом чистили, играли этим. То есть, я думаю, что все, кто в Азербайджане, в Баку, особенно на дачах, кто вырос, они просто прекрасно знают этот салат. Эту простейшую вещь. И вот так и готовим. Вот, пожалуйста. Вот тебе и мангал салат. Отличный бакинский дачный салат готов. Ничего сложного. Пяти минут. Мы полчаса мы готовили. Ну, прикладывать усилия надо ко всему. Без труда не вытащишь рыбки. За пять минут его даже съедают. Поэтому пяти минут. Ну, скорее всего, да. Ну, обычно я тебя вот клянусь этим говорили. Я видел, чтобы вот такими казанами прямо его готовили. То есть, мы начинаем на дачу. Там собиралась большая азербайджанская семья. Там дяди, тети, двоюродные дяди и сваты, я не знаю, и соседи сватов и так далее. И вот это дети. Мы вот стояли и готовили его там, не знаю, часов шесть. Такой салат на всех. Ну что, вы еще экран слюнками не запачкали? Давайте немного отдохнем и посмотрим еще на Баку. Теперь уже на исторический. Итак, в первую очередь, прежде чем мы перейдем в нашу первую локацию, я бы хотела вкратце вообще рассказать вам о том, что мы сегодня будем с вами изучать. На что мы сегодня будем смотреть. Тема нашей сегодняшней экскурсии – это Баку в период нефтяного бума. Когда Баку стал застраиваться, расширяться и застраиваться. В каком тысячелетии, в каком веке Баку был образован, точно так и нет. Предположительно, это было до нашей эры. Потому что в древних ассирийских источниках до нашей эры уже встречалось название города Баку. В конце 19 века в Баку случился нефтяной бум. Добывать здесь нефть приезжали люди со всего мира. Но досталось нефтяное богатство и местным. Так появились бакинские миллионеры. А благодаря им город застраивался роскошными особняками. Наша первая локация, куда мы сейчас с вами зайдем. Это дом-музей Наримана Нариманова. Он не был бакинским миллионером, но он дружил с бакинским миллионером. Это общественный политический деятель, который жил в Баку до революции. То есть до 1920 года. И застал советскую эпоху тоже. Скончался в 1925 году. То есть советскую эпоху он застал. Первый коммунист Востока. Его называли Лениным Востока. То есть это первый человек, который принял коммунизм в Азербайджан. Нариман Нариманов был азербайджанским писателем, большевиком и даже председателем ЦИК СССР от Азербайджана. Это дворец бракосочетания. А раньше этот дворец принадлежал миллионеру по имени Муртуза Мухтаров, который построил это здание специально для своей супруги. Вот я вам сейчас его покажу. Муртуза Мухтаров, Лиза Туганова, она была осетинкой. Они поехали в свадебное путешествие в одном из городов Европы. Ей понравился похожий дворец. Она влюбилась в него. Муртуза Мухтаров промолчал, ничего не сказал во цвет. Пришел в Баку, молча за один год построил. За один год, с 1911 по 1912 год этот дворец был построен. Считается, что этот дворец состоится копией дворца, который некогда располагался в центре, в Берлине. Однако во время бомбардировки Берлина в 1945 году он не сохранился. Но мне милее любого дворца такие вот бакинские дворики. Это советский двор. Да, это советский такой двор. И он остался в первозданном виде. Здесь снималось огромное количество бакинских советских фильмов. А почему именно этот двор? Потому что он самый просторный. И в советских бакинских фильмах основная тематика была период жизни в Баку во время Второй мировой войны. Как люди живут во время Второй мировой войны. Голод, тяготы, радостные моменты, печальные моменты. И вот если вы заметили, у всех один сплошной балкон. То есть на одной линии проживают один-два, по трое. И все живут одной жизнью. В 21 веке, конечно, не совсем так. Раньше были дружнее. Сейчас уже каждый одинился. Такие чудесные дворики в Баку не обязательно искать сгиб. Достаточно заглядывать в подворотни, пока гуляешь. Мы пришли внезапно в очень красивое место. Выглядит почти по-итальянски. Да. Прямо вау, вау. Идем я тебе еще дальше покажу. То есть я только... Я только ругался на парковку и на дорожное движение, как внезапно судьба благодарила меня красивыми двориками. Вот так. Чтоб я не ворчал. Класс. Балкон себе кто-то там прилепил. Ну да, конечно, стоит в ужасном состоянии, но прикольно. Прикольно, да. Да, если все это когда-нибудь приведут в порядок, снесут весь самострой, отреставрируют, сделают здесь все эти коммуникации, нормально приведут. Ну то есть, в общем, есть над чем работать, есть над чем работать, и, может быть, когда-нибудь здесь будет порядок. К сожалению, современные дворы в Баку выглядят несколько иначе. Но я уже решил, что не буду ранить чувства и без того обидчивых бакинцев. Поэтому немного сменил тактику. Надеюсь, вы поймете, где тут сарказм. Мне кажется, я пришел в очень классный дворик. Посмотрите, какой уютный маленький дворик. Зеленый, хороший. Прямо хочется посидеть на лавочке у машины. Прямо выйти, погулять. Залитый солнцем. Все, вот этот виноград такой вьющийся. Дети играют, фонтанчик. Просто посмотрите, какая прелесть. Очень все красиво. Потрясающий, замечательный подъезд. Здесь писающий кондиционер. Посмотрите, какая прелесть. Дверь, вот сразу видно. Все надежно, враг не пройдет. Красивый замок. Все хорошо. Света нет. Это лифт. В смысле, это выглядит подъезд заброшенным, но он не заброшенный. Вот можно лифт вызвать. Все так подозрительно на меня смотрят и думают, чем тебе или я не нравится наш потрясающий двор. Это же, видимо, дом какого-то, я не знаю, бизнес-класса, наверное. Как это называется, такие дома? Еще один подъезд. Прямо хочется здесь жить. Вот. Замечательно. Нет, это на самом деле подъезд. То есть, это выглядит как черный ход куда-то, но нет, это подъезд. И обратите внимание, как мило они защищают место около подъезда вот этими камнями. Они раскидывают здесь камни, чтобы никто не парковался в подъезд. Правда, хитрые водители. То есть, человек думает, он же купил себе новую Toyota, и как-то так не поставить ее прямо в подъезд, это было бы для него унизительно. Поэтому он просто подвинул эту защиту от парковки и все равно припарковался. Значит, здесь активные фасады, как говорят в урбанистике. То есть, здесь не скучно гулять вдоль дома, потому что здесь есть разные объявления. Можно почитать, что люди продают. Можно порадоваться за соседа, который купил себе холодильник LG. Обратите внимание, мне кажется, это очень здорово. Нужно везде искать плюсы. Вот плюс, что в этом доме живут состоявшиеся люди. Они могут позволить себе купить импортный холодильник LG. И чтобы все знали, они положили коробку, чтобы соседи за них порадовались. Вполне возможно, что они даже приготовили какой-то праздничный плов. И угощают этим пловом всех в честь покупки холодильника. Посмотрите, а вот эта интересная будка. Во-первых, какой-то антикварный стул явно. Возможно, это выставка, местный музей просто выставил свои экспонаты, чтобы порадовать жителей. Там спит охранник. Он играл в нарды, теперь спит. Мы не будем его будить. Очень здорово, очень уютный двор. Жителям можно только позавидовать. Выходишь из дома и прямо радишься. Простите, можно с вами вернуться. Ты здесь живешь? Да, я здесь живу. А вот в этом доме? Нет, я в этом доме живу. Там хороший двор или такой же, как здесь? Слушайте, там намного лучше на самом деле. А что здесь? Это считается хороший двор? Это скорее его отсутствие. А, я понял, я понял. Ну ладно, давайте посмотрим на бакинскую гордость. Белый город. Это новые жилые кварталы, построенные в стиле европейских столиц. Для проектирования даже привлекали бюро Нормана Фостера. Поглядим, что получилось. Мы дошли до Белого города. Значит, Белый город. Этот район его, по-моему, 10 лет назад строить начали. 5 лет назад начали сдавать первые дома, если я не ошибаюсь. Но не важно. Смысл в том, что это модный район. Потому что он напоминает Париж. Париж в Баку. Мансарды, балкончики. И ребята явно съездили в Париж. Посмотрели, как там все выглядит. Вернулись в Баку. Что-то запомнили. И решили воспроизвести. Как получилось, давайте посмотрим. Ну, прямо как в Париже, они высадили платаны. То есть когда-нибудь эти платаны вырастут и будут действительно как в Париже. С точки зрения архитектуры, если не вдаваться в детали, то здания тоже похожи на парижские. Конечно, с точки зрения деталей далеко не Париж. И, судя по всему, с точки зрения качества строительства тоже далеко не Париж. Но с чего-то надо начинать. Париж тоже не сразу строился. Человек идет с собачкой. Собачка, кстати, как у Лукашенко. Возможно, это и есть собачка Лукашенко. Возможно, даже это Лукашенко. Нет, не похож. Ну, по крайней мере, они высадили здесь деревья, что уже неплохо. И сделали достаточно широкие тротуары. Дороги можно было бы сделать еще уже, но ладно. Учитывая, как это зеленое вьющееся растение поглощает дом, я думаю, оно довольно старое. Оно же не может за несколько лет так завить все. Обещание не критиковать Баку долго сдерживать я не смог. Стоило только заглянуть в очередной двор. Двор. С дворами, к сожалению, все грустно. Такие дворы не делают. А в чем проблема этих дворов? Просто двор, парковка. Во дворе почти ничего нет, кроме бесконечной парковки. Так делать нельзя. При том, что здесь есть подземный гараж. Непонятно, зачем делать наземную парковку, если есть подземный гараж. Для гостей достаточно тех мест, которые есть просто на улице. А местные жители должны покупать место в подземном гараже, если они хотят ставить свою машинку. А сейчас мы с вами посмотрели старую очередь, которая уже много лет существует. Но стройка продолжается, и вот сейчас заканчивают и сдают новые дома. Они по архитектуре стали более современные. Здесь исчез декор. Они еще не заселены, но можно уже посмотреть на архитектуру и немножко представить, какое здесь будет благоустройство. Тротуары стали пошире. Это, видимо, будет въезд в подземную парковку. Здесь где-то должен быть парк. Дома совсем простенькие. Парк. Здесь, видимо, будет какой-то фонтанчик. О, нет, они заселены. Тут даже есть двор. Правда, двор такой же, как и был. Ого! Какой ветер! Надеюсь, меня будет слышно. Самое время обсудить архитектуру. Несколько лет назад, когда я уже делал обзор Белого города, я, по-моему, тоже самое говорил. Но можно повториться. С архитектурой все, на самом деле, здесь довольно грустно. Нет, с одной стороны, ничего плохого. То, что ребята решили повторить атмосферу Парижа. Париж не самый плохой город. Другой вопрос, какое отношение Париж имеет к Баку. Кроме того, любая попытка что-то копировать и повторять, она, скорее всего, приводит к такой не очень умелой пародии. Все равно все смотрится это не настоящим. Естественно, не таким интересным, не таким качественным. Здесь очень слабая, я не побысту этого слова, бездарная архитектура. Например, он может посмотреть на это здание. Оно, с одной стороны, много разного декора. Мы видим там и наличники, и карнизы, и балконы. И все это такое, по отдельности, все элементы интересные. Но в целом, это выглядит просто как большой сарай, на который налепили. Просто бесконечно растиражировали одинаковые окна, одинаковые балконы. Здание абсолютно без изюминки. Оно стоит на углу. Здесь какой-то крупный перекресток. И мы не видим никакой доминанта. То есть угол, который, по идее, должен держать эту улицу. Здесь должен быть какой-то красивый вход или какая-то башня. То есть здесь должно произойти какое-то архитектурное событие. Оно нигде не происходит. То есть это, по сути, просто такой бетонный сарай, который облепили декором, словно это какой-то праздничный тор. В архитектуре все это не имеет, конечно, никакого отношения. Поэтому в этом плане даже вот эти вот новые домики, которые больше похожи на офисные центры, они смотрятся, ну, по крайней мере, честными. У них нет претензий ни на Париж, ни на Лондон. Они просто выглядят, как такой неказистый торговый центр из не очень дорогих отделочных материалов. Ну, по крайней мере, честные. Это первая проблема с архитектурой, если коротко. Вторая проблема, конечно, с проектированием улиц и всего остального, что здесь есть. Потому что вот посмотрите, например, как они делают парковки. Это не самая маленькая машина, Kia Sorento, это какой-то паркетничек, я так понимаю. Но парковочное место под него на метр шире, чем сама машина. Такое широкое парковочное место абсолютно непонятно. То есть, если честно, я не знаю, какие нормы и стандарты в Азербайджане. Но мне кажется, это все можно, конечно, ужимать. То же самое касается дороги. Зачем делать четырехполосную дорогу в жилом районе? Это просто проезд между кварталами. Мы видим четырехполосную дорогу, просто гигантскую. Зачем и такую делать? Неясно, просто неуютно, некомфортно. Здесь же мы видим нерегулируемые переходы через нее. Если кто-то в Баку хотел сделать как в Париже или как в Лондоне, лучше было посмотреть на то, как они проектируют улицы, как они делают общественные пространства. Тот же самый Париж, который вы здесь пытаетесь копировать, он хочет вообще отказаться от автомобилей. Да, если вы, друзья, не знали, то мэр Парижа Анны Дальго, она сказала, что через несколько лет в центр вообще нельзя будет въезжать. Кроме того, даже сейчас уже в центре ограничение скорости 30 км в час. Они делают пешеходные зоны, они убирают дороги, они сделали набережную, сены пешеходные, убрали оттуда автомобили. А скоро планируют вообще закрыть весь центр для движения автомобилей. Можно будет только ехать технические автомобили или подвоз продуктов, а люди будут передвигаться либо на общественном транспорте, либо на велосипедах и пешком. Лучше копировать какие-то передовые практики у Парижа. Даже Елисейские поля они собрались сейчас реконструировать, убрать оттуда светофоры, реконструировать проезжую часть, добавить туда деревьев и тоже снизить скорость. Я думаю, скоро Елисейские поля тоже станут пешеходными. А что в Баку? В Баку, который пытается копировать Париж, он пытается это делать... Мне Баку нравится. Что? Баку нравится. Нравится ли мне Баку? Конечно нравится. Красивый. Красивый. Но есть над чем работать. Да, да. А вам нравится Баку? Да. Вы здесь живете? Здесь живем и за своим каналом. А, здорово, здорово. Очень красиво. В общем, мы продолжим. Если копировать Париж и делать какие-то попытки воссоздать Париж в Баку, то лучше копировать современные практики. Не то, что было там 100-150 лет назад, а то, что происходит в Париже сейчас. Потому что в Париже происходят сейчас удивительные урбанистические преобразования. Ну ладно, пешеходную улицу мы и в Баку нашли. Похожа ли она на Парижскую, судите сами. Внезапно здесь перегороженная улица, которую, видите, перегородили, во-первых, столбиками маленькими, еще такими столбами выдвижными, чтобы наверняка никто не заехал. И видно, что по этой улице не ездят машины. Она какая-то невероятно зеленая для Баку. Единственное, она как-то все начало зарастать сорняками. Почему-то их тут не очень вырывают, видимо. Но улица прямо зеленая, посмотрите. Они сделали из-за такие клумбы для деревьев. Все-таки это кусты, это очень здорово. Это очень здорово. Еще бы они здесь иногда мели и убирали весь этот мусор, который здесь лежит, видимо, с прошлого года. Какие-то сухие листья. Здесь можно оценить, как красиво может выглядеть город, когда нет бесконечно припаркованных автомобилей, когда много зелени. Получается сразу красота. В Белом городе есть не только свой Париж, но и свой Лондон. Вот здесь можно посмотреть. Эти дома в стиле офисного центра. Они такие вот простенькие. Здесь они еще что-то строят. А это у нас, я так понимаю, вроде как Англия за Францией. Может быть, конечно, и Париж, но, наверное, они Лондоном вдохновлялись. Такое вот крыльцо. Ну ладно, что, явно где живут российские олигархи? Та-дам! Вы думали, российские олигархи? Это я просто набрал в гугле. Где живут российские олигархи? Кстати, а вы думаете, они живут в Лондоне? Они живут в Баку! Хитрый план! Лондон! Мы были в Париже, пришли в Лондон. В принципе, если ты живешь в Баку, можно даже не путешествовать, потому что у тебя все в пешей доступности. Можно погулять по лондонским улочкам, можно погулять по парижским улочкам. Интересно, что будет дальше? Пойдем искать Амстердам или Берлин. Сменилась концепция внезапно архитектурная. Здесь возникает вопрос, а где же пандусы и как сюда забираться на это крыльцо? В Лондоне тоже нет пандусов. И в Лондоне вот забираются как-то. Но стоит обратить внимание, что здесь, например, они начали делать уже нормальную улицу, которая не прерывается на выезд из подземного гаража. Потому что раньше, если взять старые проекты бакинские, здесь был бы бордюр, надо было спускаться, и уровень дороги был бы ниже. Но теперь пешеход идет ровно, а машина потом уже спускается на проезжую часть. Что правильно, вот это вот сделано хорошо. Остается загадкой, зачем делать такие широкие парковки. Так, друзья, только что мы чуть не ушли из этого района. Оказывается, все самое красивое, если пройти по лестнице, подняться по лестнице, и там начинается красота. Потому что это Найтсбридж, знаменитый лондонский район. Во-первых, я открыл карту и понял, что здесь название «Все британские». То есть, действительно, они вдохновлялись Лондоном. А во-вторых, вся красота наверху, куда, собственно, мы сейчас и отправимся. Наверх ведет такая вот лестница, довольно крутая. Я бы ее делал более пологой, если мы подразумеваем, что это парадная лестница. Парадные лестницы делаются с меньшим уклоном. Ну ладно, может быть, мы на самом деле с черного хода идем. И сейчас нам должна открыться какая-то просто нереальная красота. О, слушай, я был прав. Мы смотрим на жопу БМВ. Значит, что здесь? Здесь два льва. Сразу видно, что мы в Лондоне. Потому что только в Лондоне такие львы. Во-вторых, это место считается красивым, потому что сюда приходят люди, фотографируют здесь свои машинки. Посмотрите, они все приезжают сюда. И реально все сюда приезжают фотографировать свои машины. Это, видимо, какая-то дорогая машина, я не знаю. Мы в Лондоне? Сейчас я хочу загуглить, как действительно Найтсбридж выглядит. Я, в принципе-то, помню. Ну вот, смотрите, друзья. Вот есть такая картинка. И вот, что мы имеем. Ну, наверное, отдаленно похож. То есть, если вы когда-либо были в Лондоне, и потом вдруг приехали в Баку, то это все будет выглядеть примерно похоже. Вопрос действительно в том, что это все примерно выглядит похоже. И я думаю, большинство людей, которые на все это будут смотреть, они даже и не задумываются, ну, а что здесь не так? Они видят какие-то балкончики, видят много декора. И для обывателя, который не очень углубляется вообще в архитектуру, и не хочет об этом думать, ему достаточно. То есть, стоят какие-то колонны, какие-то балюстрады, балконы, ажурные вот эти, ограду этих балконов, наличники, вон, карнизы, в общем, мансарды. Все замечательно, казалось бы, о чем еще можно желать. Но с точки зрения архитектуры, еще раз, да, это все очень вторично и посредственно. Потому что, во-первых, мы имеем здесь какую-то просто жалкую пародию, как в парке аттракционов, так в подделку на лондонскую архитектуру. И вообще непонятно, еще раз, зачем в Баку пародировать Лондон, зачем в Баку пародировать Париж, я просто не понимаю. У Азербайджана довольно сильные свои национальные традиции. Есть очень сильная национальная культура, архитектура. И мне, конечно, надо делать что-то свое. Надо развивать свои архитектурные стили, свою культуру, свою архитектуру. Зачем копировать какие-то старые непонятные лондонские дома. Даже в Лондоне, если мы возьмем новые лондонские районы, уже так не строят. То есть это все уже просто прошли, проехали и ушли куда-то далеко вперед. А здесь мы видим попытку скопировать какую-то старую лондонскую или парижскую архитектуру. Видимо, создать налет какой-то элитарности, чтобы люди ощущали себя, как будто они живут в Париже и в Лондоне. Мне кажется, что люди должны ощущать себя, как будто они живут в Баку. Они должны гордиться бакинской архитектурой, азербайджанской архитектурой. И не надо заигрывать ни перед кем, ни перед Лондоном, ни перед Парижем. Тогда все будет замечательно. И лучше вообще делать так, чтобы в Лондоне и в Париже в своих новых районах копировали Баку. Новым районам Баку не хватает не только аутентичности, но и качества. Да, но еще есть одна проблема, про которую я не могу молчать. Почему-то все разваливается. Что случилось? Вроде как в Лондоне на века должно было быть сделано. А здесь что-то как-то не хватает деталей уже. Смотрите, все как-то непонятно. В общем, качество строительства никак в Лондоне. Есть над чем работать. А мы идем смотреть набережную Белого города. К сожалению, в Баку многое так. Замысел хороший, но до ума он не всегда доведен. Например, бакинцы гордятся своей набережной. Но только вот море возле нее грязное. Одна из проблем Баку это нефть. Собственно, нефть дала мощный толчок развития этому городу. Это было 100 лет назад на рубеже 19-20 веков. Это происходило и в последнее время. То есть все эти потрясающие новенькие небоскребы. Все это благодаря нефти, газу, который в Азербайджане добывают. Собственно, нефть, как она подарила этому городу его богатство, так она и приносит проблемы. Потому что если посмотреть на море, около берега, все это все нефть. Вот эта коричневая пленка, маслянистая такая. Это нефть, которая здесь, ну очень сильно берег загрязнен в районе Баку. Его пытаются чистить, но вообще не понятно, что с этим делать. Какое огромное количество. То есть просто все вот это вот коричневое, все что вы видите, она и пахнет. Ну и море здесь такое довольно грязное. То есть все вот это, конечно, на солнце переливается. Все время думаешь, когда гуляешь по этой потрясающей набережной в Баку, как здорово было бы, если море было бы чистым. Представляете, можно было сделать здесь пляжи. Пляжи, например, в Тель-Авиве. То есть в чем кайф Тель-Авива, то что огромная набережная с песчаными пляжами. Люди купаются прямо в чистеньком Средиземном море. В Баку тоже есть море, но по понятным причинам купаться здесь не получится. Ну а после хорошей прогулки стоит еще раз подкрепиться. Так, расскажи, что это такое. Это Тантулин. Местный стрит-фуд, на самом деле он турецкого происхождения, но у нас очень прижилось. Это невероятно популярное место, на самом деле их сеть, но началась она вот здесь, вот в этом закутке. Вот реально вот в этом закутке началась сеть. И они сейчас очень много по городу. Это мясо, вареное мясо, обжаренное потом со специями и с маслом специально модуль. И специальный садж у них. И они его либо в лаваш, либо хлеб, то есть туда и подают. Мега популярное в ночное время. Вся ночная жизнь города потом оказывается здесь. Подкушать. А сами сколько съедаете? Мечтанин герсон, наверное. Три штуки есть. Три штуки каждый день вы съедаете? Мечтанин герсон. Когда-как. Шаурма, да? Похоже на шаурму. Похоже на другой. Тут нет соуса, да? То есть шаурмы, они очень много, там всякого майонеза, вот этого. А здесь только мясо, зелень и томат. И она такая, ну, не такая тяжелая, да? Солкий соль. После хорошего перекуса самое лучшее, что правильно поесть основательно. Отправимся на дегустацию азербайджанской кухни. А заодно и проверим мои кулинарные навыки. Ну а дегустировать национальную азербайджанскую кухню я пойду в ресторан Заферана. Заферана мне разрешили готовить вместе с шеф-поваром. Так что сейчас подсмотрим все секреты плова с каштанами. Увидим, как готовят долму. Сделаем лепешки с необычной заправкой. Ну и конечно приготовим яичницу с помидорами. Нет, это не шакшука. Про шакшуку смотрите в моем выпуске про Израиль. Почему в перчатках готовим? Повара же не готовят в перчатках? Ну, так как открытая кухня, поэтому... А люди переживают, да? Да. Люди переживают. Вообще, на самом деле, в перчатках готовить нельзя, потому что повар должен чувствовать продукт. Продукты, да. Это неудобно. Но из-за того, что люди переживают, приходится в перчатках. И помимо этого, так как он еще жарится, то есть я думаю, что не нужно в перчатках. Перчатки не нужны, да, но есть ранимые зрители. Что мы сейчас будем готовить? Сейчас мы будем готовить туршу-говорма. То есть это плов по всему миру. Коронное блюдо, это шах-плов. То есть это король всех пловов. Чем азербайджанский плов отличается от узбекского, от других пловов? Туршу-говорма. Туршу-говорма индивидуальная порция того, что шах-плов. То есть это индивидуальная порция. Поэтому он готовится из баранины, из более жирной части, из мякоти. Сейчас я буду вам показывать, как его нарезать и каким образом его жарить. Насколько я понимаю, принципиальное отличие то, что если узбекский плов готовится с мясо и рис вместе, то азербайджанский плов готовится у нас отдельно. То есть отдельно рис, отдельно мясо. Отдельно рис, отдельно мясо. То есть к мясу мы еще добавляем лук, когда при обжарке. Добавляем лук и каштаны. Отдельно потом уже собирается и у него очень красивый вид товарный получается. Чтобы понять отдельно вот именно, что и рис сам, какой он на вкус, и то что баранина с овощами. Я сейчас несколько кусков нарежу, покажу вам и предоставлю вам тоже. Главное, палец не отрезать. Правильно вообще держать вот левую руку вот так, чтобы было безопасно. Так, а жир мы не срезаем? Жир не срезаем, потому что при жарке он будет уходить и придавать вообще вкус мяса. Ну, для первого раза неплохо. Конечно, кубики можно взять побольше. Потому что при жарке он вообще будет еще меньше становится. Это прямо столько жира, он весь растопится, да? Растопится, да. Сколько по времени готовится у нас плов? Плов у нас готовится 40-50 минут. А, быстро? Да. То есть быстрее, чем узбекский? Лук обычно делается полукольцами пополам. Можете и так нарезать, и вот так. То есть как вам удобно. Лучше лазмолее. Ну, конечно, гостям такое подавать нельзя, да? С таким луком. Можно, человек. Самое главное, чтобы... Никто не заметит. Кто-то уже заказал плов, это мы здесь. Сейчас мы кому-то его поставим. Вот у нас все ингредиенты. Каштаны, алыча, да? Да. Мясо, лук и рис. Из всего этого сейчас получится плов. Даже с моими кривыми руками. Так что, для начала риск промывается. Да. Тут все просто. Под холодной водой. А плов может быть еще и вегетарианский, без мяса? Естественно, может. То есть, опять-таки, существует более 200 видов. Более. Это только в Азербайджане? Ну, именно азербайджанских. Ну, а так всемирно, даже 30-40. Потому что, то есть, я сегодня захотел приготовить плов, допустим, с кукурузой. То есть, если мне это нравится, то я обязательно это сделаю для себя. Ждем, чтобы масло подогрелось. И бросаем сперва мясо. Его хорошенько обжариваем. Как бы даем колеровку. Это масло сливочное, да? Сливочное топленое, да. Так как мясо из молдов, барашка. Поэтому он не так уж долго готовится. А правильно выбирать ливненка. 9-10 килограмм. А вы сами мясо выбираете или у вас поставщики в ресторане? Нет, у нас поставщики привозят. Но опять-таки, то есть, привозят. Зовут меня. Я смотрю. То есть, вы принимаете каждую тушу? Естественно, естественно. Вот, можете попробовать. Аль денте. Аль денте. Да. Дальше уже будем доводить отдельно. Сейчас мы его сливаем. Это какой рис? Сорт? Сорт басмати. Есть тут не идеально порезанный лук, потому что резал его я. Поэтому будет не так красиво, как хотелось бы. Можем чуть-чуть убавить огонек, чтобы он более томился. Угу. Ну, уже под конец добавим сушеную алычу и каштан. Сколько по времени вообще мясо жарится? Минут 20, да? Минут 20-25. Это подкладываем для того, чтобы и рис, нижняя часть не подгорела. А еще будет хрустящий лаваш. Все. Вы можете уже добавить сушеную алычу. Всю. Вот думаю, отлично. И сами же перемешивать. Для себя же готовить. Да. А каштаны когда добавляются? Каштаны уже после. Сейчас перемешаем пару минут и добавим каштаны. А каштаны они уже готовы, да? Да. А рис сейчас будем слоями заливать шафраном. Вот для того, чтобы получить один килограмм этого шафрана, вы представляете, что собирается 250 тысяч штук этих шафранов, самих цветков. Вы уже можете добавить каштаны. Каштан тоже половинку или все? Нет, половинку все. Ну все. Здесь получается шафран и топленое масло. Топленое масло. Это потом все будет перемешано или как? Да, я немного, слегка перемешаю и оставлю. Ага, и это все еще на маленьком огне стоит? Сейчас мы его закрываем. Для чего? Полотенце для того, чтобы лишнюю влагу питало себя. А луча с косточками? Да. Это правильно? Правильно. Можно же зуб сломать, если не знать. Нет, именно кто кушает, он же знает, что… А, нет, я не знал, я так куснула, там косточка, неожиданно. Рис, на рис выкладываем мясо. Да. Именно с самого говурма. Почему это все сверху? Потому что его вкус, жир, стекал на рис и придавал ему вкус. Это просто уже как украшение? Это и украшение, почему? И дополняет, самое главное, вкус плова. Все, наш плов уже готов, осталось его только лишь попробовать. И думаю, что не устоять перед вкусом. На одном только плове я не остановился. Сейчас мы готовим долму, она сейчас должна на бульоне баранины, а еще топленое масло сливочное. Тоже буквально займет минут 15. А вы заранее долму готовите или под заказ, когда вот… То есть он какие-то из заготовки? Да, да, у него есть полуфабрикаты, то есть должны его готовить заранее. Почему? То есть до полуготовности, не полноценно. Потому что, как, допустим, и борщ, и все остальное, он должен настояться. Да. Самое главное, чтобы она прогрелась изнутри. Снаружи она, так сказать, быстро прогревается. Можете его потрогать, понять, что она еще не готова. Тоская. Да. Долма тоже делается, то есть готовится из баранины, из мякоти баранины. И более тоже жирной, из жирной части. Раз своеобразная подача его. Собирается вот как пирамида. И, конечно, его вкусной жидкости добавляем. Зеленое масло. И красное масло. А он еще подается с готыром, то есть мацони. О, а это готовится знаменитая яичница с помидорами. Ну, омлет с помидорами. Фактически омлет и томатная паста. Да, и томатная паста. Это главный азербайджанский завтрак. Вот, вот, вот с чего надо было начинать. Свежие помидоры. Ну, да, правильно. Свежие помидоры. И подается она еще сливки, да? Нет. Отдельное масло, хлеб. Если это полноценный завтрак, то да. У нас есть еще азербайджанский завтрак, где подается самый известный сыр. А томатная паста это как готовится? Томатная паста, вот, конечно, сперва бланшируется, снимается кожура. Оставляется именно мякоть. И сперва она томится тоже на сливочном масле. Чтобы он был такой сочный и очень вкусный. Потом уже, вот, как видите, сперва томился, потом заливается в конце яйца куриные. То есть, по сути, там только помидоры? Только помидоры и ничего больше. На кухне заферана используют непривычные для нас ингредиенты. Например, к лепешкам добавляют местный кисломолочный продукт. Сюзьму с травой портулак. Сюзьма портулак. То есть, это фасали, тоже азербайджанская наша национальная. Это мука и джира. Это как лепешки такие, да? Да, это такие лепешки. Они бывают в жареном виде, хрустящие. Они жарятся тоже на небольшом огне. И подается рядом сюзьма. Сюзьма это как бы творог. Тоже наше местное. Сверху и внутри добавляем портулак. Маринованный портулак. Готовить, конечно, интересно, но еще интереснее пробовать. Тоже сюзьма портулак. Сюзьма портулак. Синджан лобби. То есть, это из лобби делается. Атварный красный лобби. Это ашбар. Баклажаны. Баклажаны. Бабагануш. И запеченная свекла. А это самое главное. Пробуйте. Пита. Лепешки. Я понял. Я уверен, что на первом месте будет запеченная свекла с карамелизованным грецким орехом. Это все национальные закуски? Да. Можно сказать, что это все. Естественно, всем известен хумус. Очень вкусно. У всех своеобразные вкусы. А самое главное, мне интересен ваш комментарий. Сочетание как. Вообще, у азербайджанской кухни такой очень насыщенный вкус. И сочетание соленого, сладкого. То есть, прямо... Согласен. Все очень такое яркое, интересное. Как все это есть и не растолстеть? Смотри, когда я сегодня пошел бегать по набережной, начал собирать людей, мне говорят, здесь почти никто не бегает. То есть, так вот, с утра выходить и бегать, это не... Нет. И мне все говорят, пойдем есть шашлыки, пойдем есть, пойдем есть, пойдем есть. И любое у тебя общение или попытку что-то делать, оно сводится к тому, что пойдем есть. Я вам могу ответить. Если вы бегаете и будете кушать постоянно здесь, останьтесь в Азербайджане. То есть, вам придется бегать дольше, больше. В два раза больше, чтобы... Не, ну местные ж не бегают и толстых людей очень мало. Ну мы постоянно двигаемся, поэтому... Куда все едут на машинах, все сидят на машинах и едят целыми днями. Нет, доезжаем куда-то. А оттуда уже без остановки. С утра до вечера мы ходим, работаем. Поэтому мы толстеем, у нас нет жевака. Куда вот яичница с помидорами, это что-то невероятное. Ну что, давай пробовать плов? Давайте. Который, между прочим, я готовил. Да, так и есть. А у нас есть такие деревни, где едят на руками. Угу. Я вам сказал, что руками есть, это намного вкуснее. Нет, я знаю, что руками есть вкуснее. Я даже так пару раз ел. А нет такого в Азербайджане ресторана, чтобы прийти и есть руками? То есть, опять-таки, зависит от самого человека. Если я сегодня хочу есть руками, то есть, мне никто не запретит... Подождите, хорошо, если сейчас кто-то к вам придет, возьмет плов и запустит туда свои щупальца, и будет его как-то... Нет-нет, он же будет из своей тарелки есть руками. Нет, ну а там другие гости будут смотреть, они скажут, что это такое. Надо как-то уважать чужое мнение. Роскошно. Плов. Замечательно, и он не тяжелый. То есть, вот узбекский, когда он готовится, три вида масла... Ну, с мясом, с морковкой. А здесь же получается рис просто отварной. Да. Аж не хочется останавливаться, да? Поэтому вам придется больше бегать. Так как я постоянно, когда готовлю, постоянно пробую. То есть, я должен это делать. Поэтому... То есть, ты целый день буквально ешь? Да. Целый день я с цветы. Ну, опять-таки, после того, что я с цветы, я все равно ем. Не могу удержаться. Большое спасибо. Вам спасибо. Все было очень вкусно, замечательно. И было с вами очень интересно работать. Значит, теперь самое главное, люди знают, куда нужно приходить за вкусным пловом, долмой и яичницей с помидором. В принципе, за всем остальным тоже можно, но это прямо особенно вкусно. На первом месте. Да. Прямо с 10 утра на завтрак, потом на обед и потом на ужин. На обед, на ужин. То есть, оставаться здесь везде. А зачем куда-то ходить? Посмотрите. Вид есть. Море рядом. Корабли. Море. Потрясающий вид. Потрясающая кухня. И все очень здорово. После такой трапезы можно двигаться дальше. Азербайджан не очень многонациональная страна. Азербайджанцы здесь составляют более 90% населения. А, например, число русских с распадом СССР сократилось в три раза. Зато в Азербайджане все еще живут несколько тысяч горских евреев. У них даже есть свой собственный поселок Красная Слобода. Горские евреи сильно отличаются, например, от евреев из Израиля. Они говорят на другом языке. А на Кавказ, как считается, пришли из Персии. Горские евреи. Где самое богатое здание у вас в городе? У нас все здания, не бедные. В свое время было здесь большое количество домов. Сегодня порядка 700 домов. А можно сказать, это дом того-то, а это дом того-то? Или здесь все равно все знают? Самых богатых домов, самых древних, это дом семья Габабаева. Ну он старый, ладно, хорошо, он сейчас выглядит уже какой-то такой полузаброшенный, некрасивый. Ну из современных домов, какой самый богатый? Сложно сказать на самом деле, какой самый богатый, потому что абсолютно разные люди, разные вкусы. Вам какое больше всего нравится, ладно? Мне нравится, вот скоро на этом месте появится старый. Здесь будет дом, вот этот дом будет отреставрирован. Слева вы видите, и будет здесь традиционный еврейский дом, дом купца. Вот скоро буквально начнутся работы здесь. А так, в принципе, на вкус цвет товарищей нет, дома все разные, есть большие и маленькие. Есть как бы дома, которые там в себе, здесь есть один дом, например, у них есть алкогольная коллекция большая. Это что за дом? Он чуть-чуть дальше находится, к сожалению, сейчас там людей нет, они находятся за границей. Поэтому была бы возможность, с удовольствием вам показать. Фамилия у этих людей есть? Они публичные? Они не публичные на самом деле. Старик со старушкой. Но они собирают алкоголь. Собирали свое время, когда были там, когда были жены, собирали и женщина осталась только одна. Это здание синагоги. Раньше здесь была синагога. Здесь был такой зодчий Ильель Бенхаим, который жил и творил. В его время была встроена основная масса синагог, которые здесь находятся. И впоследствии она была отреставрирована, восстановлена и сегодня используется как синагога музея. Наверное, само здание это самый основной экспонат. Если посмотрите наверх, то выйдете наверху, возвышается большая шестиконечная звезда. Три метра с высотой. Когда зайдем в музей, я вам покажу ранее, как она выглядела. Она также использовалась при реставрации. Сохранили тот же кирпич, тот же здание. Единственное, что, конечно, добавлены определенные элементы уже современности. А синагога сейчас действующая? Вы знаете, здесь вообще концепция музея не продумана. Здесь можно проводить службу тоже, но как синагогу на сегодняшний день мы ее не используем. Но, в принципе, сохранена. А синагога есть сейчас действующая? Конечно, есть две синагоги. И это функционирует. У нас служба где-то около шести на сегодняшний день. Это, как бы мы пытались изобразить, музей Нарихан, который дал левую сторону реки Гудеал-Чайгорскими временами, и сказал, что здесь вы можете жить в безопасности. И музей здесь живет. Концепция музея выполнена так, чтобы вся информация могла сходиться в середину. Он очень современный, есть огромное количество мультимедиа, где часами можно сидеть, изучать, читать. Поэтому все мониторы и вся информация сведена в середину. Конечно, нельзя приехать в еврейский поселок и не сходить в синагогу. Тринадцать синагог, это те, которые были? Да. Это те, которые были. Сегодня семь зданий синагог сохранились. Две функционируют как синагоги. Одно здание как музей. Ну и еще несколько зданий стоят сегодня без соблюденной функции. Вот музей. Вот так он выглядел. Так же его восстановили. Сколько к вам ходят в синагогу людей? Бывает, смотря как. Суббота много, остальные дни. Наверное, сейчас мало здесь. А где все в основном? Летом собирается, много было. А жизнь мой разъезжает. Кто в Израиль, кто в Москву. А я смотрю, у вас объявления все на русском языке. У нас говорят на горско-юзлейском, на русском и на азербайджанском. Но в основном на каком говорят? Сейчас на своей языке. Теории. Это ваш язык, который из фарси, языковой группы? Если Азербайджан подошел, на азербайджанском. Если с фарси, на русском. Я просто говорю, я смотрю, все объявления, которые есть. Вот там часы молитвы и так далее. Они все на русском языке. То есть русский, получается, преимущественно здесь используется. Тогда останутся старыми ремнями. И плюс с Россией много народу приезжает. Наши, которые уже живут там. И они уже говорят на русском языке. Русский язык для них родной. А теперь нужно пройтись, чтобы нагулять аппетит. Почему тротуары не чистят? Обычно чистят. Сегодня, наверное, после снега еще не успели. Но дорога основная почищена. Здесь обычно всегда очень чисто. И обычно все сравнивают, что у вас здесь полнейшая чистота. Чей-то дом. Но они все пустые стоят эти гигантские дома. В основном летом они бывают. Люди живут основной частью года за границей. И приезжают на летом с снуками, семьями. А здесь в основное время находятся люди в возрасте. Это родители, дедушки, бабушки, которые живут на своей родной земле. Да, но вот визуально как, это же называют Иерусалимом Кавказа, да еще? Иерусалим до Кавказа. Визуально Красная Слобода напоминает все какие-то цыганские поселки. Когда на маленьких участках строят очень странные архитектуры. Такие помпезные дома. И вот народ пытается как-то выделиться, показывая какую-то роскошь. Здесь немножко иначе, потому что в 90-е годы, когда люди, как бы, появилась возможность заниматься рыночной экономикой. Они вот стали скупать рядом землю, отстраивать дома дедушек и бабушек. И получилось так, что каждый старался выделиться. Да-да-да, вот я говорю. Своим креативом. Своим креативом. На маленьких участках вот эти вот какие-то праздничные торты стоят эти дома. Каждый сам архитект своего дома, как ему нравилось, так и строил. Без какой-то территории, без приглашенных, опять же, архитекторов. Главное, чтобы было побогаче. Как нравилось, так и делали. И на самом деле, почему Красная Слобода? До 1926 года была еврейской слободой. Потом советская власть, чтобы как-то борьба с религией. Соответственно, во что меняется, Красная. Слобода стала не еврейской, стала Красной. И вот так она по сей день называется Красной. Ну, конечно, обычные домики выглядят непривлекательно. Не все миллионеры здесь. Не все, абсолютно не все. Соответственно, есть люди, у которых есть хорошие возможности, у которых возможности послабее. И есть дома совсем простые. Просто на фоне вот больших домов, они вот теряются. Если, честно говоря, пройти вглубь по улицам, там немало домов, которые маленькие, простые, простенькие, старенькие. Это роддом. А, это роддом? Да, это был роддом. Архитектор вдохновлялся Эрмитажем, Зимним дворцом. Но больше 100 лет этому зданию. И оно действительно как в числе памятников культурного наследия Азербайджана. Конечно, все это очень так смешно смотрится. У тебя здесь какой-то просто заброшенный одноэтажный дом с забитыми окнами. Здесь какой-то ржавый балкончик. А тут человек себе лепит колонны, какие-то вензеля, наличники, ворота. Вот сразу видно, человек добился успеха. Здесь тоже, здесь уже победнее, но он, по крайней мере, балкон. Он начался с балкона. Его жизнь начала расцветать с балкона. Там, смотри, подожди, какая-то пальма, олень, какие-то олени непонятные. Похоже, дети вот этих оленей рисовали. При этом, опять же, да, вот ты на все это смотришь, возникает вопрос. Тут же есть какое-то количество прямо совсем богатых людей. Есть, но его сложно определить. Не-не-не, мы на них пальцем не показываем, кроме одного, которого все знают. Есть люди, которые на виду, которых все знают, которые помогают, а они... Не, ну хорошо, эти люди, у кого есть деньги, они же могли как-то сделать здесь какие-то нормальные тротуары, там, спрятать эти там провода. Каждый дом, это личная группа человека. Понятно. Ты начинаешь что-то трогать, что-то трогать. Не-не, я не про личную крепость. Я про общее отношение, потому что, смотри, вот если ты посмотришь, да, вот человек, у него дом. Видно, что в этом доме он особо не живет, нам что-то там, ну, как-то вон, ворота заржавели. То есть он сюда приезжает нечасто, неважно, да, но он вот перед своим домом, он себе сделал какой-то тротуарчик, все. А на этом все заканчивается, потому что дальше уже ничего нет. И вот это вот все такими вот клочками идет, да, тут у нас заброшенный опять дом. Ну вот если бы вы здесь жили и попытались бы кто-то сделать перед этим домом, я головой отвечаю вам, что человек так легко бы не согласился, потому что люди сами хотят делать свой дом так, как они хотят. Подожди, хорошо, здесь есть какая-то администрация? Есть администрация. Есть администрация, они говорят, мы сейчас приводим в порядок все улицы. Они могут так сказать? Они могут, но они это и делают. Они, в принципе, чистят, контролируют, чтобы здесь всё было аккуратно, но то, что касается его территории и его дом. Его дом мне не нужен, пусть он на своем доме делает что угодно, но, понимаешь, он делает водосточные трубы которые льются мне на голову, это нормально? Ну вот смотри, он сделал водосточные трубы которые на голову людям льются. Здесь же мэр, можете ему прийти и сказать, чувак, убирай их куда-нибудь в другое место. Так, ещё один дворец, ничего себе, так, смотри, дикобраз. Вот здесь просто что-то невероятное, потому что у человека реально дикобраз. Здесь, в принципе, когда смотришь на дома, можно гадать примерно, чем человек там занимается. Вот чем может заниматься человек, который себе над дверью сделал дикобраза. Я не знаю, может он директор зоопарка? Или какой-нибудь путешественник? Вот, ну и опять же видно, что эту дверь давно не открывали и человек в этом доме не живёт, а, видимо, приезжает тоже только летом. А, и вот этот дом с дикобразом, у него ещё один дикобраз с короной. Там наверху у него дикобраз с короной ещё. Ну, конечно, контраст здесь сумасшедший, он и по машинам, да, тут проезжает какой-то этот Лексус огромный, а рядом какие-то жигулятор ржавые. Здесь вон какой-то просто сарай. Люди когда уезжали, они дома свои не продавали, они их оставляли. Кто-то возвращался, отстраивал, у кого-то семьи здесь жили, до сих пор живут. А кто-то просто закрыл и уехал, и дом за ними, и просто они не появляются. Слушай, всё красиво, кроме водосточных труб, которые так в дождь. Здесь, наверное, не очень приятно гулять по тротуарам. А это не дом, это какой-то... Это дом торжеств. Это дом торжеств. Да, в своё время, как бы, большое количество свадьб здесь было, когда людей было больше. Не, ну, тем не менее, здесь же есть там дом года Ниссанова, и все знают, что это его дом. Вот который мы проезжали, такой беленький, красивый. Он выглядит достаточно богато. Год Ниссанов – это крупный российский бизнесмен и горский еврей по национальности. Он родом из Красной Слободы. Форбс оценивает его состояние в 1 миллиард 300 миллионов долларов. Ну, вот из Красной Слободы, на самом деле, вышло много богатых людей. Говорят, так... И знаменитых, и богатых. Да, и знаменитых. Сейчас, вот, Лексус нас не сбил. Всё нормально. Да, вышли знаменитые, богатые люди. Не все фамилии здесь называют вслух почему-то, стесняются. Но некоторые фамилии мы знаем. Мы знаем фамилию Году Ниссанова, который... Является основным меценатом. Человек, который помогает. И помогает своим соплеменникам. Да, и... Бизнес у него в Москве. Он, наверное, один из крупнейших владельцев коммерческих площадей. В общем, многие объекты, торговые, бизнес-центры и так далее, которые есть в Москве, они приезжают ему гостиницы. Гостиница Украина. Ну, вот, это Киевская площадь, да, у них называется? Да, организация. Да, вот. Вот, и один из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости. Рестораны. В Москваре вот они открывали, это тоже год Ниссанов открывал. На ВДНХ после реконструкции. В общем, много-много всякого... Ну, общественных проектов. Всяких коммерческих и общественных. И на благо людей. Да. И у него здесь самый роскошный дом из тех, которые мы знаем. Ну, один из самых известных выходцев. Почему этот Лексус ездит туда-сюда и не норовит нас обрызгивать? Что это за человек? Он реально ездит... Мальчик, которого мы видели только. Это мальчик, сколько ему лет? Ну, он лет 14-15. Ему 14 лет, он ездит на своем странном Лексусе. И он обливает нас грязью туда-сюда. Чем мы ему насолили? Наверное, не рассчитал, скорее всего. Так, а у вас 14 лет можно ездить на машине? На машине? Нельзя. Ну, вот видите, наверное, взял у папу машину ездить. Ну и вот, собственно, дом, который им принадлежит Году Ниссанова. Одному из самых богатых местных выходцев. Ворота. Ну, сам дом не видно, потому что он спрятан за высоким забором. Дом богатый и, обратите, он, кстати, более-менее стильный. То есть у Годы Ниссанова не только считается, если как бы так не говорят, но считается, что один из самых богатых домов. Но, помимо того, что он богат, он еще такой относительно стильный. То есть здесь нет непонятных этажей, как в слоеном пироге. Здесь все так более-менее выдержано. Видно, что даже архитектор приглашал. И с улицы, конечно, ничего не видно. Тут, а рядом уже простая жизнь. Краснослободская. Вот такое удивительное место. Красная Слобода. Место, где живут горские евреи. Опять нет этот Лексус. Чувак просто наматывает круги на своем Лексусе. Непонятно зачем. Ну что, на архитектурные излишества насмотрелись. Переходим к кулинарным. Добро пожаловать! О, как красиво! Ориентированный Новско-Иврейский дом. Здрасьте, здрасьте, спасибо. Заходите. Ох, ничего себе! Ничего себе, у вас тут... Это как, печка, да? Это газ, да. А, газ. А здесь будет какая-то у нас сейчас еда. Здрасьте, как вы? Сейчас я делаю котлетки. Да. С капюшечкой. Это бьется немножко... Как называется это блюдо? Это называется... Котлет Бе-бей. Название шаму-куфта. Шаму-куфта. Да. То есть, на самом деле, многие блюда горской еврейской кухни, они из-за того, что тесно очень смешано с азербайджанской кухней, бывают очень похожие названия. Или часть названия из одного языка, часть из другого языка. Да, допустим. А шаму-куфта. Куфта это... Как это? Да. Кубить мясо. Да. Еще, я помню, хайагу, что будет? Да. Будет. Вот. Я просто не приготовилась. С курицей. Нет, с курицей. А то есть, вы их сейчас варите в горячей воде? Да. Вообще-то, делаем в холодной, просто сейчас у нас мало времени. Угу. Все, все немножко сварится. Уберем пенку и добавим картошку. Мы процеживаем воду, чтобы пенка вся ушла. Потом же добавим ее обратно в эту процеженную чистую воду и добавим картошку. То есть, по сути, все блюда такие тушеные, да? Практически. Да. Но это не означает, что мы готовим только вот такие блюда. Мы современные блюда готовим. Но это наши... Это традиционные, форно-еврейские блюда. Форско-еврейские. Шомокфте бебеи называется вот это у нас. Шомокфте бебеи. Шомокфте бебеи. Шомокфте бебеи. Шомокфте бебеи. Типа котлетка, которая... Типа рецепт от отцов, да? Как-то так переводится. Я покажу вам колобцы, но я их уже приготовила. Они там в кастрюле. Просто я вам покажу, да. Так мы их заворачиваем. У вас здесь чуть-чуть по-другому делают колобцы? Да. Что вы добавляли больше? Я добавила... Тут фарш, лук, круглый рис, мята высушенная, да. Потом кинза, чеснок, да, пару зубчиков можно. А потом же в этот... Потом мы их варим чуть-чуть, пока пенка не поднимется. Убираем пенку. А потом добавляем туда такой соус кислый. Из сухой алчи мы ее тоже варим. И несколько помидоров туда добавляем. Получается кисло-сладкий. Да. И добавляем этот соус туда. И такой, да, кисло-сладкий соус у нас получается. Значит, есть такая притча о голубцах, вообще о мясе. Как его используют горские евреи. Дело в том, что евреи не имеют возможности смешивать, перемешивать в мясо, скажем так, масло сливочное. Поэтому используется только мясо и стараются выбирать жирное. И как-то вот странствующий лекарь зашел как-то на рынок в еврейское поселение и увидел, что все выбирают очень жирное мясо. И он сказал, подумал про себя, что вот это мое место, здесь много больных. Наверное, здесь я буду жить и лечить людей. Но потом он увидел, что люди вот вслед за тем, что взяли мясо, купили и перешли за другой прилавок, и там купили вот эту сушеную алчу. И они спросили, что это такое, сказали, что это такой кислый, кислый фрукт такой, который евреи добавляют в мясо, когда варят определенные там, значит, блюда. Ну, тогда, значит, врач сказал, значит, они знают мясо берут и берут, значит, лекарства к нему. Значит, здесь больше делать нечего. То есть они знают, они болеют, но они знают, как это от этой болезни, от этой вредной привычки они знают средства. То есть смысл в чем, как ты обратил внимание, вот эта кухня региона Азербайджана, вообще для нашей региональной кухни, мясо зачастую подается там с какими-то кислыми продуктами, целый чой, там с кизилом, помнишь, вот мы пробовали пасту и так далее, и так далее. Почему? Потому что когда кислая, когда есть вот эта кислота, то она просто наоборот убивает, расщепляет жир и можно нормально кушать. Вот и все. Это из чего соус? Это сушеная алча кислая и помидорчики, мы их варим вместе, потом сейчас будем процеживать через сито. Потому что тут есть косточки, чтобы они не попали вот в число. Это у нас ярпаги называется, голубцы по-горско-еврейски, так скажем. Ярпаги – это листок. Их едят с рисом. Да, рис в качестве гарнира идет. Набирается от этого гарнира. Поливает гарнир соусом из блюда этого. И вот так вот и идет. В принципе, это как карри с голубцом. Да, технически. Надо попробовать отдельно. Это как бульончик? Да, это как бульон. Он горячий, а второй. Соус. Ой, он кислый, во-первых. Кисло-соус. А во-вторых, какой-то густой, как кисель. А, это вот эта вот алычевая паста, то, что тут как ракет. Сокусив на дорожку, мы отправились в горную деревню Лаза. Здесь живет дагестанский народ Лизгины. В Азербайджане их как минимум 180 тысяч. Это второй по численности народ в стране. Наш языкинский язык, очень древний язык. Мы кавказский, албанский народ. Да. У нас в нашем алфавите 45 букв. Ну, тоже не кирилльский, но кирилльский у нас в алфавите. И 45 букв. Сейчас стал кирилльский, да. Ну, в советское время стал кирилльцей, да. До этого вязь была. Албанцы были христианами. Албанское государство. Здесь существовало раньше государство Кавказской Албании. Столица была в Габале. Да, это был соседний район, где тоже горнолыжный курорт. В 40 километрах. Да, это была столица древняя Кавказская Албания. Она имела, собственно, храмы. То есть, храмы раскиданы там по всей стране. И вот они, когда приняли ислам, они переделали свой храм в мечеть. Недалеко от них, здесь тоже в горах есть село Ханалык. Это вообще очень древнее село. То есть, у них свой язык вообще абсолютно отдельный. Там, по-моему, 4 тысячи лет этому языку, да. То есть, говорят, что это тоже совсем древний язык. Эти люди живут на высоте 2200 метров. Ты представляешь? Еще 400 метров. Наверное, надо подняться, чтобы попасть к ним. В Лозе без еды, конечно, тоже не обошлось. Илья, мы находимся с тобой в Лоза. Лоза – это такая потрясающая высокогорная деревня на высоте 1820 метров. Тут живет 150 смелочных человек, 28 домов, да все. И здесь готовят блюдо Цкан. Оно местное блюдо, очень популярное среди туристов. Это, в общем-то, как бы образец местной кулинарии. Они, значит, раскатывают две лепешки и наполняют их внутренностями. Вот здесь мелко нарубленная картошка. Картошка, мясо. Масло, там вот мясо, да, лук. Готовят ее вот в такой, ну, сейчас уже в современном мире в такой печи. Но раньше готовили в дровяной, да, это понятно. Сейчас в дровяных… Несмотря на то, что деревни высокогорные, сюда, например, лет десять тому назад было очень сложно добраться вообще. Потому что дорогу провели только когда построили горно-лыжный комплекс. И сюда можно было приезжать. Раньше мы сюда ездили, чтобы приехать сюда. Это целое тяжелейшее путешествие было. А сейчас более-менее нормально. То есть ты сам видел, и спокойно мы доехали. В кухне здесь ингредиентов такого количества, допустим, как в Баку или в других регионах, ты не увидишь почему. 1820 метров. То есть ты представь, да, здесь с ингредиентами очень сложно. Да, то есть на такой высоте-то и деревьев нету, и ничего и не растет практически. Это как пить пирог? Да, да, да. Это местный пирог. Он очень сытный. И это самое знаменитое блюдо вот этой зоны, да, так скажем. То есть все очень лаконично, просто, аскетично, но, блин… То есть люди просто брали это с собой, там, уходили на Яйлах, там, я не знаю, или пасти баранов, то есть в горы. Почему? Потому что блюдо сытное, больше тебе ничего и не нужно. Для того, что здесь ограниченное количество дерева, достаточно, да, то есть издревле здесь использовали в этой деревне. Такое блюдо топлива, как сухой навоз. Очень просто. Кстати, он и горит лучше. Это традиционная печь региона. Называется харяки. В ней они пекут преимущественно хлеб, ну и такие блюда, как вот алуга, да, допустим. Сейчас мы его покажем. Но в основном это хлебная печь. Раньше было как, раньше там раз в неделю пекли хлеб, собирались вся деревня, допустим, там. Да, и один раз на неделю себе вперед выпекали хлеб и оставляли. То есть один день, да, был вот такой, вот такой праздник хлеба, так скажем. Вот в таких вот суровых погодных условиях живут люди в горах. Ну, видишь, радуется жизнь. Рожают детей. Дети какие смешные здесь. Короче, ее привезли сюда как невесту. Вот эту мать, хозяйку дома привезли сюда. Халид привез как невесту из соседнего села Кузум, которое чуть ниже. Это и эстетический, и практический момент. Во-первых, лучше прожариться, во-вторых, будет красивее. Издревли. Чтобы сделать такую печку, брали старые черепки, да, называется, по-моему, когда ломается глиня на кувшин. Их перемалывали, смешивали там с разными ингредиентами и добавляли шерсть козы. Она связывала каким-то образом, я не знаю, да, там яйца добавляли, связка была. Яичную скорлупу и так далее, и так далее. Все это перемалывали, оставляли вот это, так скажем, тесто, глину на несколько дней. В тепле, да, по-моему, оставляли, да. В тепле оставляли глину эту, ждали несколько дней, и после этого приходили. И только женщины делают хереки. Шор – это соленый творог, местный. Яйца, соль и перец. Все. А это как называется? Шакука. 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 То есть это как хлеб с творогом, сыром, да? Да. И яйца, и творог, и масло. Это прямо лесгинское блюдо. Лесгинское блюдо. Это шакука тоже лесгинское, цикан тоже лесгинское блюдо. Это только хлеб, только лесгины такой хлеб делают. По-лесгински хранку называется. Все, получается лесгинская пицца готова. Это пирог. Да, тот самый цикан. Вот такая вот лепешка с начинкой. Вот это вот лучше, чем все эти завтраки в ваших отелях. Я не знаю, зачем ты ходил завтракой сегодня? А я нет, я нет. А ты ходил, ну и что ты ел, ерунду какую-то ел. Зачем ерунду? Мотели тоже вкусные. Конечно вкусные. Если ты приехал в деревню, то конечно нужно кушать деревню. Естественно, а ты пошел что-то, сосиски ел или что? Я понял. Колбасы, фрукты, какие фрукты. Вот что надо есть. Картошка, мясо, лук и тесто. Когда свежее, вот это только приготовленное, конечно. Что может быть лучше свежего хлеба в горах, когда такая красота? Снежок, морозец и вот только из печки приготовленный хлеб. Наверное, ничего. Вот, посмотрите, какие тут места. Замечательные люди и делают очень вкусную еду. Красота и вкуснота действительно потрясающие. Надеюсь, однажды азербайджанские дороги станут так же прекрасны, как азербайджанская кухня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok